Работоспособность системы аудиопротоколирования проверены. В открытом судебном заседании рассматривается гражданское дело по иску страхового акционерного общества ВСК Кханяка о возмещении ущерба в порядке субрагации. Дело рассматривается Ленинским районным судом города Мурманск в составе судьи за вражину о приведении протокола судебного заседания секретарем Рекун. Ходатайство слушает Ваши. Уважаемый суд, не хватило времени, достаточно сегодня подготовиться. С материалами дела я смог ознакомиться только вчера, несмотря на то, что заявление мной было подано заблаговременно, 29-го. Практически не было у меня времени, буквально я успел так чуть-чуть пролистать и все. Основные моменты я зафиксировал, я хотел бы, ну, прежде чем решать вопрос отложений, обратить на те моменты, которые хотелось бы там истребовать определенные документы. С прошлого судебного заседания Вы полагаете, недостаточно было времени, чтобы в любой день прийти, ознакомиться с делом? Поясняю, я пришел 29-го числа, мне сказали, что мне позвонят. Вот мне позвонили прямо накануне, то есть вчера я ознакомился, а позавчера мне позвонили. Сказали, приходите, вот на вчера приходите. Все зафиксировано, я как бы подал через приемную, входящую, все есть. Попросил, чтобы, ну, как-то давайте решим этот вопрос. Мне сказали, что вы в отпуске, поэтому мы вам позвоним. Но, к сожалению, вот я ждал все это время, мне никто не звонил. А когда позвонили, вот у меня буквально был вроде как день на подготовку, но в этот день я участвовал в другом судебном заседании, у меня соответствующий документ я с собой взял, что я в этот день в Первомайском районе в суде участвовал. Поэтому приехал сюда вообще с самого утра к открытию, чтобы успеть, потому что я не знал, насколько там дело затянется. Поэтому я сначала все отфоткал, потом поехал на суд в Первомайский, а потом пришел домой, извиняюсь, я очень сильно устал, я практически так вот просто полистал, у меня некогда было анализировать всю информацию. Но какую-то информацию, естественно, я проанализировал. Еще раз, материал дела вы сфотографировали? Да, то есть материалы дела у меня все есть. Суд определяет на данной стадии судебного процесса удовлетворения заявленного ходатайства отказать, поскольку право на ознакомление с материалами дела было, во-первых, реализовано, а во-вторых, с прошлого судебного заседания времени для ознакомления с материалами дела суд полагает достаточным. Вместе с тем суд определяет вернуться к заявленному ходатайству после заслушивания объяснений лиц, участвующих в деле. Понятно вам определение? Хорошо. Присаживайтесь. Понятно. У вас иные ходатайства имеются? Да, у меня имеется ходатайство. С учетом того, что я смог ознакомиться, мой доверитель полностью не признает вину. Есть соответствующие доказательства тому. К сожалению, я не обнаружил видеозапись, как все происходило. То есть с видеорегистратора того автомобиля Рено пострадал и заявлено возмещение ущерба. Те материалы дела, которые истребовались из отдела полиции с ГИБДД, не читаемые. 10 листов написано, а приложено другое количество листов. Я, соответственно, с собой взял флешку. Здесь заснят фрагмент. Кто-то там демонстрирует саму эту ситуацию, как это происходит, а другой просто человек снимает с телефона. Хотелось бы увидеть непосредственно оригинал файла, по возможности, чтобы увидеть номер автомобиля, который является виновником ДТП. Там ситуация такая была. На петафоре стоят машины на пешеходном переходе. Начинают ехать. Там скорости очень маленькие. Владимир Владимирович, это очень похоже на объяснение по существу. Вы сформулируете сейчас ходатайство, какое у вас? Истребовать материалы о ДТП и акцент на том, чтобы именно видеозапись. У кого их истребовать, как предлагают? ГИБДД. Это видеозаписи с видеорегистраторов? Да, с видеорегистраторов. Значит, первое, значит, видеорегистратор, в чьей машине они были? В машине «Ханяк» были? Нет, это в машине, в которую влезались. В машине «Консурак» был? В «Логане» был? Да. Видеорегистратор из «Логана». А у «Ханяк» был видеорегистратор? Нет, у него не было видеорегистратора. И вы назвали еще кто-то из окна дома снимал? В сети «Интернет» есть видеозапись ДТП? Нет. Сам собственник или водитель машины «Винов», которые сзади врезались, он предоставил видеозапись регистратора. То есть он совершил экстренное торможение, и на видео видно, почему он это делает. То есть на встречную полосу уезжает автомобиль, и он потом с места ДТП скрылся, но сотрудники почему-то вместо того, чтобы, скажем так, искать виновника ДТП, решили по простому пути пойти. Вы имеете в виду, что на видеорегистраторе зафиксирован другой участник дорожного движения, который спровоцировал дорожный транспорт? Да. Не обязательно, чтобы был контакт. То есть он является провокатором ДТП, в результате которого было совершено экстренное торможение. Скорости были маленькие, естественно, там никакой дистанции не могло быть между машинами, потому что они после остановки начинали только движение. А у вас что на цифровом носителе? Именно это видеозапись, но она снята, скажем так, это файл, который демонстрировали, хоняк, я так понимаю, и она или кто-то другой снимал со стороны. Мы можем сейчас это как-то подключить, посмотреть. А или я могу на телефоне показать? Давайте я покажу просто на телефоне. Не спешите, на соответствующей стадии. Вам предлагается на цифровом носителе отдельно приобщить материалы, заявить ходатайство о приобщении к материалам дела. У вас есть такое не только право, но и обязанность на вас возложена такая, раскрывать свои доказательства и представлять их в соответствующем виде. К сожалению, не видно там номера. Я надеюсь, что на оригинале, на исходном файле, будет видно номер. Поэтому там виновник, он очевиден. Почему сотрудники ГИБДД не установили виновника, не обнаружили его? А что вы имеете в виду под исходным файлом? Вот владелец регистратора скопировал со своего флеш-носителя сотрудникам ГИБДД. Да, вот я про это и говорю. А у вас не такой же материал? А у меня... Не такая же копия? А у меня демонстрация этого файла на... С телефона? На телефоне. И снимает человеку эту демонстрацию. А у вас она откуда? Можете пояснить? Ну, видимо, это было, когда материалы разбирались, это по ДТП Созуньки полиции. Видимо, там демонстрировали, она, видать, засняла и мне сбросила. Там слышно, как, когда вот этот водитель Логан тормозил, у него сработало АБС. Ну, там тут-то-то-то-то такой звук. Ну, то есть, он применил это на торможение. Ну, там шумы, потому что люди стоят, все... С исходника было бы... Это все четче видно было. В объяснениях они ссылались, что видеозапись регистратора. То есть, я материалы дела так просмотрел от ДТП, там все это есть. То есть, я вообще считаю, что МОД «Ведетим» не является надлежащим ответчиком. Потому что... Не спешите, пожалуйста, сейчас по вашему хозяйству сначала. Вообще-то, если вы обратили внимание на лист дела 127-й, такие сведения, фото- и видеоматериалы ДТП, они истребовались из роты. Истребовались или нет? Истребовались. Вот если у вас есть сейчас фотокопия, обратите внимание на 127-й лист дела. Также такие материалы предлагалось представить и на прошлом судебном заседании Татьяне Викторовне. Кстати говоря, ваше внимание обращается на то, что как участник производства по делу об административных правонарушениях, она самостоятельно вправе это сделать. Нет, я с собой флешку привез. Ну, это как бы получается... Снять копии из материала. А у вас, как видно из доверенности, есть полномочия представлять интересы, в том числе по делам об административных правонарушениях. Что вам мешает пойти и снять копию видеозаписи? Судом истребовано. Требование суда проигнорировано. Вот если требование суда проигнорировано, то то же самое будет и в ГИБДД. У вас же... Почему? У вас же есть право ознакомиться с делом в полном объеме, написать заявление об этом, ходатайство. Тем более, если, как вы говорите, что в материалах дела есть ссылка на видеозапись с регистратора. Почему вы не можете это сделать? В принципе, цель не установить конкретно того человека, поиск, сделать работу в ГИБДД, это в принципе их работа. Моя задача показать виновника ТТП. На мой взгляд, будет достаточно и того видео, которое я вот приобщу к материалу дела. Да, там, может быть, не видно номера автомобиля, но видно, что он выезжает на встречную полосу, он грубо вообще нарушает правила дорожного движения. Хорошо, ваше ходатайство заслушано. Суд определяет его удовлетворить, повторно истребовать из ДПС материалы дела об административном правонарушении в полном объеме, включая все записи на цифровых носителях, которые там должны быть и которые до сих пор не представлены. Вместе с тем, в целях своевременного рассмотрения дела, чтобы оно не затягивалось, учитывая наличие у вас полномочий по делам административных правонарушениях, вам предлагается также самостоятельно принять меры к тому, чтобы доказать обстоятельства, на которые вы ссылаетесь в обосновании своих возражений, и ознакомиться с материалами дела, потребовать их у должностных лиц, чтобы вам их представили. Поскольку суд не исключает, что запросы повторные, может быть, не исполнены. Уважаемый суд, я к следующему судебному заседанию подготовлюсь и покажу, что я обращался в ГИПДД, но у меня есть ощущение, что я не смогу до рассмотрения дела по существу все-таки решить этот вопрос. Значит, суд отдельно обратит ваше внимание на следующее, что у суда имеется полномочия оказать вам содействие в представлении тех доказательств, которые вы не можете получить самостоятельно без помощи суда. Для этого судом вам может быть выдан на руки судебный запрос, который подлежит неукоснительному исполнению. Это было выделено в Ужаном суде. Значит, ваше ходатайство разрешено и иные ходатайства, какие у вас будут? Вопрос об отложении судебного разбирательства, как было ранее определено, будет разрешен после заслушивания объяснений. Также я считаю, что все-таки третье лицо, которое я увидел по информации с сайта суда, а это именно собственник автомобиля, на котором ехал мой доверитель, он, мне кажется, не должен быть в качестве третьего лица, а все-таки ответчика. А мой доверитель, в принципе, не может быть ответчиком, потому что вот как третье лицо Ингострах все подробно расписало, что не было, скажем, законных оснований моего доверителя управлять транспортным средством, поскольку не было страховки, то есть имущество не принадлежит, поэтому я считаю, что недлежащий ответчик, потому что в соответствии с нормой Гражданского кодекса... Владимир Владимирович, это опять звучит как позиция по существу, ходатайство в чем заключается в этой части? Считаю, что недлежащий ответчик и сменить все-таки ответчика, а моего доверителя в качестве третьего лица. Ну вот здесь сошлитесь, как по ходатайству ответчика суд может заменить, либо привлечь соответчика, если истец к нему требований не предъявляет к собственнику транспортного средства? Логично. Ну вот обоснуйте свое, вам предлагается обосновать свое ходатайство все-таки, сослаться на норму закона, когда по ходатайству ответчика суд может либо заменить, либо привлечься ответчика. Уважаемый суд, вот я все понимаю, к сожалению, я не могу сейчас все это красиво изложить, потому что у меня просто физически не было времени. Естественно, в своих возражениях я на бумаге все письменно это подготовлю, и про поводу ДТП со ссылками, какие нормы правил дорожного движения нарушил тот, который выехал на встречную полосу, который, на мой взгляд, нарушил тот автомобиль, который пострадал, это Логан, потому что по видео будет видно, что он все-таки, на мой взгляд, не совсем обоснованно начал применять экстренное торможение. То есть до столкновения того автомобиля, который выехал на встречу, все-таки было достаточно большое расстояние, и не было необходимости уж так уж в пол тормозить свой автомобиль. В результате чего, естественно, в него врезались. Почему врезались? Потому что когда стояли на светофоре... Это опять объяснение по существу. У вас ходатайства иные будут? Сейчас стадия ходатайства? На данный момент нет, потому что я не могу сейчас четко заявить себе ходатайства, потому что не было возможности до конца ознакомиться. Присаживайтесь, пожалуйста. Отсутствие иных ходатайств переходит к рассмотрению дела по существу. Начинается оно с доклада обстоятельств по этому делу. Заключаются они в следующем. Страховая организация ВСК требует возместить ей убытки, возмещенные ей в результате страхования ответственности владельца транспортного средства Рено Логан А234 ТТ51 Концурак Елены Валерьевны. В основании своих требований ссылается на то, что 14 февраля 2022 года по адресу город Мурманск, улиц Проспект Героев Североморцев, в районе дома 15, столкнулись транспортные средства Рено Логан, принадлежащие Концурак Елене Валерьевне и находившиеся под ее же управлением, а также транспортное средство Volkswagen M239 ОА51, принадлежащее Мелкозеровой Марине Ивановне и находившиеся под управлением Ханяк Татьяны Викторовны. Как утверждается в исковом заявлении с осылкой на материалы дорожно-транспортного происшествия, виновником этого столкновения транспортных средств была признана Ханяк Татьяна Викторовна. В ее действиях были усмотрены нарушения пункта 9.10 правил дорожного движения Российской Федерации. Транспортное средство Рено Логан было застраховано по договору ОСАГО в публичном акционерном обществе «Инга Страх», участвующее в настоящем деле в качестве третьего лица, а также по договору добровольного страхования УСЦА страхового акционерного общества ВСК, которое осуществило страховое возмещение в связи с данным страховым случаем. 25 июля 2022 года произвело выплату в размере 214 198 рублей. Ссылаясь на положение статьи 965 Гражданского кодекса Российской Федерации, а также статьи 15 и 1064 этого же кодекса, требует взыскать с ответчика Ханяк Татьяны Викторовны в свою пользу сумму убытков, возмещенных в результате страхования в размере 214 198 рублей 0 копеек. Кроме этого, просят разрешить вопрос о распределении судебных расходов по настоящему делу и взыскать государственную поршину в размере 5341 рубля 98 копеек. Настоящее дело рассматривалось в порядке заочного производства. По делу выносилось заочное решение суда, о котором предъявленные исковые требования удовлетворялись в полном объеме. Заочное решение суда отменялось по заявлению Татьяны Викторовны Ханяк, которая ссылалась на то, что не была извещена о судебном процессе в установленном порядке и надлежащим образом. Обстоятельства, которые могут повлиять на решение суда при рассмотрении его по существу, вот из заявления не усматриваются, но, видимо, они были названы и установлены при рассмотрении этого вопроса по существу, поскольку имеется вступивший в закон силу судебный акт, в котором заочное решение суда отменено. Вот такие обстоятельства по настоящему делу. Слово для дачи объяснений предоставляется представителю-ответчику. Прежде всего, ответьте на вопрос, признаете ли вы предъявленные исковые требования. Если не признаете в полном объеме, либо частично. Не признаем в полном объеме. Мой доверитель не является виновником ДТП, его виновность судом не устанавливалась. То, что там ГИБДД протоколы насоставляли, я считаю, что они были составлены неправильно, не учтены были определенные обстоятельства, а именно кто по-настоящему виновник ДТП. Это первый момент. Второй момент. Естественно, мы не согласны и с той суммой ущерба, которая рассчитана на экспертизу. Никто доверителя моего не приглашал. То есть, ну, все это прошло как-то мимо моего доверителя. Виновником является лицо, скрывшееся с места ДТП. Если даже просматривать какую-то частичную вину всех участников, то в любом случае виновником, на мой взгляд, является в том числе после того, кто скрылся с места ДТП автомобиль Логан, потому что он в нарушении правил дорожного движения применил необоснованное экстренное торможение, поскольку не было необходимости на таком большом расстоянии от выявшей на встречу автомобиля делать торможение, ну, такое резкое, что аж сработало АБС. Вот. С учетом того, что расстояние между автомобилем было очень маленькое после светофора, естественно, никто не мог физически среагировать на такое резкое торможение. То есть, по сути, он мог избежать этого, если бы он тормозил не так резко, а притормаживал, ближе бы подъехал к тому автомобилю, который выехал на встречку. Соответственно, было расстояние достаточно большое, и тот автомобиль, который на встречке, он просто обратно вернулся на свою полосу и скрылся. Но он является виновником ДТП, потому что он спровоцировал всю эту ситуацию. Верховный суд на эту тему разъяснил, что вот таких водителей нужно лишать прав за то, что они скрылись вместо ДТП. Да, контакта непосредственно не было за счет того, что Логан затормозил, но он является виновником. Если бы он не выехал и создал вот эту аварийную ситуацию, ничего бы не было. Ну и, соответственно, водитель, может быть, в Логане не совсем опытный был, может быть, не стоило так резко тормозить, потому что скорости, говорю, были очень маленькие, там, порядка 30 километров. Ну, то есть, только начинали двигаться, это на видеозаписи все четко зафиксировано. И зафиксировано стояние достаточно большое до препятствия, ну, выезда этого автомобиля. Зафиксировано, как он резко тормозит, слышно, как работает АБС. То есть, ну, вот это все говорит о том, что вина тут не может быть возложена только на того человека, который сзади врезался в автомобиль, являясь в конечном итоге потерпевшим в данном случае. Так, в объяснении в свободной форме все у вас, правильно? Да. Уточняющие вопросы будут следующие. Вот сами обстоятельства, которые привели к столкновению транспортных средств, действия водителей, вами оспариваются или нет? В том виде, который они изложены в материалах дела? Ну, мы не вина, а сами действия, бездействия водителей. Обстоятельства не оспариваются, потому что это все зафиксировано. Это все зафиксировано на видеозаписи. И в видеозаписи, и в принципе в объяснениях это зафиксировано. Вот здесь вот те объяснения, которые дала Ханяк Татьяна Викторовна в письменном виде инспектору Дорожно-патрульной службы вот 14 февраля 2022 года, вами оспариваются или нет? Я их прочитал, сейчас не могу вспомнить дословно, но вроде она все по существу написала, все как было, так и написала. Вот суд прочитает вместе с вами. 14 февраля 2022 года в 11 часов 20 минут управляя транспортным средством «Фольксваген Гольф» по проспекту Героев Североморцев в сторону юга, в скобочках, остановка Семеновское озеро. В сторону юга остановка Семеновское озеро. Так, это значит от Североморска. Так, остановилась на красный сигнал светофора. Впереди едущая машина, набрав скорость, стала значительно снижать скорость. Как оказалось... Так, как оказалось... Здесь вот непонятно... Мне, наверное, мне навстречу... Или ему? Как оказалось, ему навстречу выехала машина. Это с улицы Гагарина? Наверное. Нет, там просто встречного. Как оказалось, ему навстречу выехала машина, я также стала резко тормозить, но допустила наезд на автомобиль... Так, но допустила наезд на автомобиль. Точка. В данной ситуации виновным считаю автомобилиста, выехавшего на встречную полосу, я двигалась со скоростью до 30 км в час с соблюдением дистанции. Но из-за резкого снижения скорости впереди едущего авто среагировать быстрее было невозможно. Также, повторюсь, мы начали движение на зелёный сигнал светофора. Естественно, набирали допустимую скорость согласно правилам движения. Наезд допустила на Рено Логан, вызвали ДПС. Приехавшие сотрудники составили схему. Далее мы отправились в ближайший отдел ДПС для составления протокола. Имеется запись видеорегистратора владельца автора Рено Логан, на которого допустила наезд. На данной записи видно, что наезд мной совершён в момент остановки авто по причине встречного авто. авто, выехавшее на встречную полосу движения, срочным образом скрылось. Объяснение написано собственноручно. Вот эти обстоятельства вами опровергаются? Нет, это как описание. Единственное, он там написал, что, как в самом начале, быстро терять скорость. Но, может быть, правильнее, конечно, было написать, экстренное торможение это называется, когда автомобиль резко замедляет движение. Просто это было всё-таки зимнее время. Я так понимаю, сработал АБС, всё-таки он ещё продолжал скользить по автомобилям. Понимаете, АБС просто так не срабатывает. Теперь, вот по вине. Вы считаете, что ваш доверитель Ханяк невиновен совсем, либо вы полагаете, что здесь разная степень вины лиц, причастных к событию? С учётом того, что мой доверитель в принципе не мог предвидеть эту ситуацию, и он не мог её избежать, я считаю, что у него в принципе нет вины. Она вообще не виновата. Почему? Потому что за ней могли быть ещё машины, тоже так же врезаться. Определять степень вины вы требовать не будете. Я считаю, что если и есть вина всех трёх участников, в любом случае суд определяет вину, то нужно всё равно определить там либо 30-30-30 процентов. Но, на мой взгляд, стопроцентная вина у того, кто совершил вот этот выезд на встречную полосу... Нет, вы всё-таки скажите, вы требование такое заявляете, определять степень вины или нет? Я заявляю, да, с требованием всё-таки определить степень вины, потому что у моего доверителя может быть степень, условно говоря, ну, так вот я их скажу. То есть, либо она полностью виновата, либо она полностью не виновата, либо частично. То есть, это всё, ну, какие-то, в какой-то мере степень вины. Я так и буду. То есть, вы всё-таки исходите из того, что в какой-то мере определённая степень вины у коняк может быть. Вы это допускаете? Если бы её там на месте не было, она бы сто процентов была виновата. Но поскольку она там находилась, поскольку она всё-таки врезалась, у неё не хватило реакции, чтобы затормозить. Теперь по... Из-за маленьких расстоянок. По несогласию с умной. Значит, по вашим доволям о несогласии с умной. Значит, вы не высказались совсем по следующему обстоятельству. Значит, тот перечень повреждений, тот перечень повреждений, который был установлен в рамках страхового дела, из-за которой было осуществлено страховое возмещение, вами оспаривается или нет? Считаете ли вы, что какие-то из повреждений вообще не относятся к этому ДТП? Да, мы считаем именно так. К сожалению, сейчас по существу не могу сказать, потому что я не изучил. Но со слов моей доверительницы и тот материал, который в деле имеется, изучали эксперты, ну чисто так, предварительно ещё, то есть они ещё оценку никакую не делали. По их мнению, ремонт завышен. Подождите, не по суммам сейчас был вопрос. Какие-то из повреждений вы считаете не относящимися к ДТП? Фотографии я видел, есть у меня фотографии. Очень серьёзное прям повреждение. Но на мой взгляд, эти повреждения всё-таки не от этого ДТП, потому что само столкновение было очень незначительное. То есть на максимум там пластик мог повредиться. А там идёт и металл, и то, и то, и то. Что там только нет. Так, по суммам вы сказали, что с чем-то вы не согласны. Ну, здесь более подробно скажите, что завышено. Сейчас не готов, потому что не было просто физически времени изучить каждую работу. И всё-таки я не специалист, всё-таки показать это нужно экспертам. Владимир, ну с 25 мая вот вы вступили в дело, договор, когда у вас... Договор был заключён прямо вот в день, когда она... С 24 мая у вас договор заключён. С 24 мая по 9 июня. Смотрите, как она мне выдала доверенность... Две недели, Владимир Владимирович. Посмотрите, пожалуйста, когда она мне выдала доверенность. Даже не так всё быстро делается. Ну, 27 мая, тем не менее... А 29-го я уже подал заявление. 29-го мне отказали, потому что... Это две недели. Нет, почему? В каком поверенности? Когда мне в этом работа? 27 мая. А 29-го мая я подал... Я уже обратился сюда. 27-го. То есть, ну, практически на следующее... Ну, через день я обратился. Через день? И за две недели вы не могли ознакомиться с делом? Уважаемый суд, я же вам объясняю. У меня зафиксировано на аудиозапись, как мне отказывают. Отказывают в секреты. Когда вам отказали? 29-го мая. А в другие дни вы интересовались, готовы ли дело или нет? И причину называют отказы. О том, что вы в отпуске, судьи нету, не могут мне дать дело. Это всё зафиксировано. Более того, сказали, что мне позвонят. Естественно, я дальше жду. Я же не могу каждый так вот раз требовать. То есть, это говорю. Я всегда, когда в суд хожу, у меня ведётся аудиофиксация. Вы на этом можете не акцентировать. Нет, потому что я говорю, что я не обманываю. Здесь же речь не идёт о том, что вам кто-то не верит. Я говорю, что у меня не было возможности. Вы постоянно ссылаетесь в объяснениях на то, что аудиофиксация ведётся. У суда тоже она ведётся постоянно. Но на этой неделе, вот с 5 июня, вы почему меня ознакомили? Вы ждали звонка, что вам позвонят из суда? Конечно, конечно. Пригласят? Вот меня сегодня должны пригласить в Первомайский суд. То есть, я вчера был в судебном заседании. Вот у меня сегодня после обеда мы договорились, что я приду. Все говорят, что все загружены, перегружены. Вчера пытались меня ознакомить, но говорят, просто физически не успевают дело подшить, там аж второй том появился. Поэтому говорят, давайте мы всё-таки сделаем так, что вы придёте сегодня после обеда. Несмотря на то, что короткий день, вы приходите, и мы вас всё равно дождёмся. Так, хорошо. Это что касается вопросов профессионального поведения. Так. Значит, по суммам вы сейчас не готовы высказать. Теперь, по средствам доказывания, которые вы намереваетесь использовать, какие они будут? Вот ссылаясь на свои обстоятельства. в части виновности и в части повреждений, которые относятся либо не относятся, и в части их сумм. Более конкретно суд задаст вопрос, будет ли ходатайство на значение экспертизы. Да, да. К сожалению, сейчас всё упирается только в деньги для моего доверителя. Соответственно, экспертизу мы изначально планировали заказать, потому что изначально вопрос ставился о том, что мой доверитель не согласен с размером ущерба. Соответственно, обратилась к юристам, специалистам. Вот мы начали изучать материалы дела и видим, что в принципе она вообще не должна нести ответственность, потому что она не является виновником ДТП. Она не знает юридически эти вопросы. Неоднократно в объяснениях, во всех вот этих разборках ГИБДД на это всё ссылалось. Но почему-то сотрудники ГИБДД проигнорировали это обстоятельство. Мы пошли по наименьшему пути сопротивления, то есть кого проще обвинить, того обвинили. Не совсем понятно. Вы намереваетесь самостоятельно экспертизу произвести, не судебную? Если вы намереваетесь получить оказание содействия суда, вам необходимо заявить ходатайство о проведении судебной экспертизы, поскольку если вы её приведёте самостоятельно, потом естественно может с ней не согласиться. Да, тогда мы будем через суд ходатайство. Просто на данный момент я до конца с материалами дела не ознакомился. То есть целесообразность надо ещё... А вы расписываться о том, что ознакомились с материалами дела не стали? А, я расписался. А, расписывался. Ну там в конце корешка. Указал даже до какого листа дела всё положено. Значит, по экспертизе суд вас правильно понял, что такое ходатайство вы намереваетесь заявлять. Значит, вы намереваетесь его заявлять по вопросам, связанным с виновностью, по вопросам, связанным с относимостью повреждений к ДТП и по вопросам, связанным с суммой. Да, именно так. То есть про виновность... Да, мне тоже эксперт говорил, что нужно экспертизу о виновности. Имела ли она возможность затормозить тому тут... Теперь, значит, что касается собственника транспортного средства. Вы в своих объяснениях на это ссылались. Поясните, на каком основании Татьяна Викторовна пользовалась данным транспортным средством и управляла им. Ну, насколько я понял, она его просто куда-то перегоняла и всё. Что значит... Продажа или то, что там на продажу вездано. Вот я так это понял. Это всё-таки поясните. Она занимается... У неё занятость такая, у неё деятельность такая по получению дохода. Нет. Я... Если честно, я не владею этой информацией. Ну, вроде как она не управляла им, а просто перегоняла покупателю, там, не знаю, может, собственник хотел продать, ну, через неё это сделал. Я не знаю. В том числе я не знаю. Вы всё-таки ссылаетесь на эти обстоятельства? Вам необходимо раскрыть доказательства? Я у неё уточню. Я уточню, потому что... Ну, у нас такая беседа была, скажем так, дистанционная. Вот она говорит, что вот у меня страховки не было, потому что вот я машину там куда-то нужно было отвезти. Всё. Я так понял, что она собиралась её продать, и вот у неё не получилось. Либо это я уже с каким-то другим ДТП путаю. Просто ко мне много людей обращаются, и примерно те же самые вопросы. Обычно, когда люди продают, они вот эту страховку не оформляют, потому что планируют вот-вот продать автомобиль. Возможно, я говорю, я её путаю с кем-то из других своих клиентов. Ну вот Марина Ивановна Гмелкозерова, она собственник транспортного средства, она знакома Татьяне Викторовне? Не могу сейчас пояснить. Не знаю. Хорошо. Сама Татьяна Викторовна намеревается являться на судебное заседание. Я попрошу её, но у неё просто маленький ребёнок. Владимир Владимирович, вы даже вопросы не дослушали. Всё-таки порядок судебного заседания следствует наблюдать. Несмотря на то, что у неё нет такой обязанности являться в суд, она намеревается ответить на вопросы суда, дать пояснения какие-то, если представитель не может пояснить юридически значимые обстоятельства для конкретного дела. Я думаю, к следующему судебному заседанию мы постараемся, чтобы она явилась, чтобы конкретно ответила на те вопросы, которые вы зададите, потому что есть моменты личного характера, которые я даже не хочу у неё спрашивать, потому что это меня не касается по большому счёту. С какой целью она ездила на автомобиль, что хотела с ним сделать. Если вы ссылаетесь на то, что Татьяна Викторовна не является надлежащим ответчиком, для защиты её интересов вы предпринимали меры к тому, чтобы установить связь с собственником транспортного средства? Уважаемый суд, у меня вообще такая позиция, когда я общаюсь со своими клиентами, я говорю, сначала предоставьте мне все материалы дела, я сначала изучу вопрос, и только потом я буду вам отвечать на вопросы, давать какую-то консультацию и так далее. Точно такой же подход и к данному моему доверителю. То есть мне надо сначала изучить материалы дела полностью, потом построить позицию защиты, линию, скажем так, свою выработать, какие вопросы подготовить и так далее. Просто я сейчас на данный момент владею информацией, ну в лучшем случае на 50%. Только из-за того, что я не смог до конца ознакомиться с материалами дела. Естественно, как только я знакомлюсь, я проведу соответствующую консультацию юридическую, мы предпринимем определенное решение, она придет в судебное заседание, все изложит, вы зададите любые вопросы, вот она, я думаю, ответит на все вопросы. Я со своей стороны ей юридически помогу там, с помощью составить там ходатайство в экспертизе, доводы по поводу виновности и невиновности ее привести, ссылаясь на правила дорожного движения, на судебную практику. Так, здесь суд обратит внимание сейчас о том, что при докладе было сообщено о том, что водителем являлась консурак, вместе с тем из материалов ДТП следует, что водителем являлся Лагунов Юрий Сергеевич. Лагунов привлекался к участию в деле в качестве третьего лица. Так, и такой вопрос должен быть задан в соответствии со статьей 2 ГПК о задачах гражданского судопроизводства. Рассматривается ли вами вопрос по урегулированию спора миром с ССО? Безусловно, мы всегда готовы рассматривать такой вопрос, я всегда с ним рекомендую договориться меры без суда. А вы меры какие-то предпринимали для этого, может быть, в филиал ФСК в городе Мурманске, если такой существует, обращались? Не обращались? Нет, не обращались. Может быть, вы обращались посредством электронной почты, писем? А намереваетесь это делать? Предложить условия мирового соглашения из ЦУ? Я вот когда говорил про мир, я все-таки почему-то подсознательно думал о водителе Логана, но никак не о страховой компании. Но у вас-то спор сейчас со страховой организации идет не с водителями. Я понимаю, да, непосредственно мы сами не будем обращаться в страховую компанию, но это, на мой взгляд, может быть, мой доверитель решит обращаться. Почему? Потому что я думаю, что страховая компания, юридическое лицо вообще не будет на такие вопросы соглашаться. Почему? С человеком проще договориться, чем с компанией, у которых есть определенная позиция, и они будут идти до последнего. Теперь сколько времени вам необходимо для того, чтобы, как вы утверждаете, всесторонне полно ознакомиться с... Хотя бы два дня. То есть я надеюсь, что за праздники, за выходные я ознакомлюсь, и этого будет достаточно. Как бы планирую именно выходные посвятить ознакомлению с материалами дела. И подготовлению ходатайства, как назначение экспертизы. Полностью, да. Чтобы возражения в письменном виде были. Чтобы я у себя пришел, уже, условно говоря, мог молчать, и все, на бумаге было написано. Нет, все-таки молчать вам не нужно, потому что на много вопросов вы не ответили все-таки. Образно говорю, да. Постараться максимально свои доводы, все свои аргументы, доказательства, приобщить материалу дела. В таком случае суд объявит перерыв по этому делу. До 13 июня, это вторник, 12 часов, наверное, это будет все-таки 15 минут. Вот так, 12-15. Для протокола суд зафиксирует о том, что перерыв объявляется по ходатайству стороны ответчика, ходатайству представителя ответчика для ознакомления с делом и подготовки ходатайств письменных по-настоящему делу. Вам предлагается также, значит, в ходатайстве не забыть сформулировать и назвать экспертные организации, которые будут проводить экспертизу. При этом предлагается назвать не одну на тот случай, если кто-то, если будут возражения со стороны истца, например, против отдельных экспертных организаций. Вам предлагается заблаговременно созвониться с этой организацией, выяснить интересующие вас вопросы по срокам проведения экспертизы по реквизитам, обращается внимание на то, что внесение денежных средств на депозит существенно ускоряет эту экспертизу, проведение экспертизы за благовременное внижение денежных средств на депозит или за благовременная оплата этой экспертизы. Далее предлагается заблаговременно свое ходатайство направить по электронной почте ИСЦУ для того, чтобы не затягивать сроки рассмотрения дела. Далее, что еще раз обращается ваше внимание на наличие у вас возможностей самостоятельно ознакомиться с делом об административном правонарушении, реализовать свои права и получить копии видеозаписи с регистратора. При этом суд вам после перерыва в судебном заседании выдаст на руки судебный запрос для предъявления его в регистрационное подразделение ГИБДД. При этом суд принимает во внимание на то, что в субботу они работают с раннего утра. Далее. И мы ходатайства какие не возьмем. А на данный момент нет никаких. И повторно предлагается обеспечить явку ИСЦА на судебное заседание для ответа на те вопросы, на которые вы дать не смогли. Либо, ознакомившись с аудиопротоколом судебного заседания, предлагается вам ответить на эти вопросы, если ответчик в силу исполнения своих родительских обязанностей не сможет явиться на судебное заседание. То есть вопрос по какой причине она ехала на автомобиле. Вот этот вопрос. Владимир Владимирович, ознакомьтесь с аудиопротоколом. Прежде всего интересует основание, на каком основании она пользовалась и владела этим транспортным средством. В каком основании ей были переданы ключи от этого транспортного средства. Значит, было ли у нее на руках СТС, кстати говоря. Было ли у нее на руках СТС? Паспорт транспортного средства у нее был на руках? Собственник передал? Я уточню все эти вопросы. Потому что как минимум в СТС и водительское удостоверение водитель обязан предъявлять. Если полиса ОСАГО не было у ответчика Татьяны Викторовны, то пока она, как вы утверждаете, перегоняла транспортное средство, если бы ее инспектор остановил, она же удостоверение СТС должна предъявить документ, на котором она на основании которого. Должна предъявить, должна, значит, у нее это на руках предполагается было. Вот такой вопрос. На каком основании она это получила? В конце концов предлагается сообщить сведения о том знакомых, незнакомых Ханяк собственника. Если передавала транспортное средство собственнику, при каких обстоятельствах. Если знакома, предлагается обеспечить явку собственника транспортного средства. Тем более, если вы ссылаетесь на то, что вы не являетесь надлежащими ответчиками по настоящему делу. Вот такие обстоятельства. Протоколы аудио, протоколы судебного заседания будут изготовлены и подписаны в течение трех рабочих дней со дня объявления перерыва в судебном заседании. Замечания на них могут быть поданы в течение пяти рабочих дней со дня подписания этих протоколов. Судебное заседание не закрывается, объявлен перерыв. Ожидайте, тогда запрос вам. Хорошо, спасибо. Двадцать минут нужно. Нужно? Спасибо.